и снова всем привет с вами техно макс это у нас обновление dark sky с темные небеса где добавили летающего робота добавили еще мотоцикл один бесплатный все остальное конечно же в платных dlc которые у меня нет желания покупать блин там просто скины по сути вообще игра до сих пор не завершена сюжетно то есть они попилили ее на множество dlc шаг со всякими скинчиками но кусочек сюжета спасибо все-таки до завезли еще небольшой как вы видите добавлено вот задание смерть с небес следуйте по координатам по которым устройство слежения отправляет данные сейчас посмотрим что там было в диалоге побочное поручение вы нашли загадочные устройства на одной из советских летающих машин похоже что она отправляла данные по определенным координатам на северном побережье сопротивление жаждет узнать подробнее об этих новых летающих машинах поэтому попросил вас раздобыть информацию устройство слежения которое было прикреплено к советской летающей машине до на северном побережье так как бы это ну да это все прикольно повернуть нельзя как бы почитать что там было вообще-то она там со мной девушка какая-то связывалась и сопротивление типа короче да тут только предметы поручения и ничего больше так надеюсь сильно тормозить блин не будет все таки графония выкрутил в 2к блин и она тормозится сука а кто там уже ох ёпта вот она вон она сволочь это лупит уже она уже бомбы блять раскидывает тут у нее кстати тоже должны быть уязвимые места я правда не знаю какие но возможно фонарь ногу который вот так как она блин а лупит она больно воу-воу-воу-воу-воу-воу не-не-не-не иди ты нафиг так как там это было вот так это было я уже забыл управление ой бля какая злобная штуковина я просто когда зашел сюда вспомнить управление настройки то я одну подбил такую летающую блять от того и задание получил так тут есть до утекли в штуках это ё-моё вот это валивает не нафиг надо я же автомат возьму что-то она слишком больно бьет нафига я сюда кинул ладно тут должен быть где-то еще по моему второй выход да вот он сзади пойди ты нахрена вот она валивают короче обстреливают без остановки так где там mp5 был а вон ты где летают блин а это ой бля я понял это бомбы так ну-ка бинокль взломать не знаю получилось не получилось взломать что-то обложили со всех щелей я только блять в игру зашел вы чё я вообще сюжет прохожу чуть-чуть это за столпотворение роботов тут такое да ну тебя нафиг она валит какими-то разрывными снарядами блять все стекла уже в доме повышибала надо что-то с ней делать короче так это электромагнитный пистолет но я не думаю что он эту штуку летучую собьет если бы она вырубилась на время даже если бы на летать осталось как бы вырубить ее частично на время блять а чё-то он короче это с ума сошел он летает кругами ну снайперка рельсовая должна ее хорошо ушатывать есть поломал наконец-то блин какая противная штука ну с нее падает зато чё только не падает так это бронебойные мы сейчас заберем потом это бронебойные заберем то ладно опять что ли о пунцово красный мопед да вот он вот такой мопед но это только скин да нужно топливо бензиновые канистры могут его хранить чтобы заправить транспорт подойти к нему найти бензобак бензин взаимодействует бензобаком чтобы заправить транспорт вот сейчас бы этот транспорт еще найти ну аптечка это очень хорошо самое жирное армейское кумулятивные снаряды то все хорошо опять же перегруза тоже ловить очень много не хочется поэтому сейчас мы то что по находили полезного скинем типа бронебойные патроны и прочее ну наконец-то почистил территорию только зашел уже вставляют да что такое так где тут были это разборные сборные штуки вот он ящик пундра как бы в игре вообще и так сюжетом проблемки в том смысле что его не закончили и выдают очень маленькими порциями но хотя бы так как бы припасы бронебойные этих у меня нет с собой потом бронебойные пока туда эти бронебойные тоже патронов до задницы блин их просто куча бронебойки давайте так где-то сбросим тут 2000 блин тоже патронов куда столько так хотя бы сбросить так чё по предметам тут принципе лишних никаких быть не должно глушитель для дробовика серый чего у меня нет собой дробовика поэтому это глушитель не того не нужный к тому же он серый материалов нету то всякие хреновины полезны впрочем там бензин был так глушитель для дробовика разобрать он не нужен все остальное одета на оружие а и кстати насадку для дробовика тоже разобрать вот можно снайперку в принципе сбросить было бы что по оружию то полно экспериментальный дробовик штурмовые пулеметы всякие а g4 экспериментальная пулемет так стоять дробовик возьмем короче тогда мп5 пвг скинуть патроны тогда полностью скинуть возьмем дробовик и вот автомат к примеру и патроны у нас бронебойных тут тоже столько натаскал где дробовые патроны были вот они ну допустим как то так блин такой неудобный инвентарь я уже про это столько раз говорил блин тут навесное патроны хотя не это не обязательно ой блин раньше это все было гораздо проще вот поместить в ячейку приходится вот так вот выбирать то есть заниматься вот такой бредятиной блин вместо того что просто взял перетащил мышкой и все а то есть пока патроны не повесишь в навесное она не перезаряжается для логика охренеть ну ладно навесное так на весной я сказал круто блин наконец-то а ну да масштаб можно менять все пошли короче по заданию она по моему вот этим синим отмечено на карте да тут рядом карту тоже никак не расширили то есть вот тут еще архипелаги этого острова есть и их нету как бы скинчики же лучше клепать правда вот это вот у нас было в конце ну можно сказать прошлого эпизода наверное и вообще частично сюжет закончился на том что мы в каком-то бункере там искусственный интеллект уничтожили ай блин упал ладно еще вылечим все да немножко будет возможно подтормаживать но игра все равно залучена в 60 fps поэтому разница особо можно и не почувствовать ходят всякие выродка тут наделаны эти уже разные вот такие вот баррикады повсюду все ремкомплект это для мотоцикла это просто чинить моцик нитки доски этого добра навалом приемник бронебойные патроны пойдет вы серьезно хотите постреляться что ли жить надоело да иди сюда по два ограничение по уровню вроде бы все тоже оставили то есть 30 максимально или 31 там тоже непонятно нафига потому что навыков здесь очень много и хотелось бы хотя бы не одну ветку навыков вкачать а 2 кстати она где-то было навыки ну да тут по сути вкачана вот почти целиком или целиком одна почти целиком и как бы половинка второй но если вот с этим талантом считать то есть хотелось бы хотя бы две ветки из четырех вкачать и кстати их разве четыре всегда было наверное да я просто забыл это было настолько давно блин игру уже сколько лет не могут закончить кто это пошло ты в задницу леталка драна блядь тайная вон пост феникс странно советское оборудование в лагере феникс о подождите-ка я кое-что слышал о капитане советской армии работавшей на машины феникс не выгодите может это и логово будьте начеку блядь не то что будьте начеку а мне пиздов уже вставляют будьте начеку а о тут есть вход или не вход какая-то дыра в которую я зовёшь что бы не прибило нет с дробовика бесполезно у него дали с атаки маленькая а вот у автомата большая пол пол ай бля охренеть это чё за электромины еще появились не было такого ух грёбаный ёжик это что за трындец в этой игре и так игроков унижают как могут эти машины какой-то совершенно лютый там пулемет мне бы такой по моему это пулемет который лупит боеприпасами от снайперской винтовки бля велик поломали а сокращаться начал зараза да это реально какие-то разрывные фу кошмар блин какой он тут можно спрятаться чуть-чуть бля ха ни хера себе унесло и уроды бля кошмар что творят бля я так и до ночи тут не закончу с ними бля какие мерзкие летучки то летучки вонючки это опять тот же самый люк я понял найдите код от закрытой двери да блин не до этого сейчас как бы но персонаж вплыве прыгает плохо как и раньше так кажется я пушку я отстрелил а это кто-то лупит было залупается еще из кустов я слышь ты она сквозь стену лупит практически наконец-то бля пьяный вертолет был стандартно аптечку смысла брать нету я думаю сейчас быстренько осмотримся дымовые снаряды блин чё так куда это серию летела блин может быть код в ней есть и блин до сих пор не починили лут вот лутания так и не сделали в этой игре нормальным о приходится тупо бегать короче как дурак и искать где . взаимодействия не а ну ладно допустим жрет она очень много в себя в целом боеприпасов но хотя бы дает много когда умирают хотя опять же такой себе обмен блин пинаться с ними по 10 минут чтоб потом получить ровно то что потратил давайте куда двери искать закрыто нужен ключ у нас есть фонарик я про это тоже забыл но это где-то тут наверное может быть деталь оборудование ха даже написали по-русски нифига ключ а где его можно найти потому что тут то ничего нет это просто такой подвал какой-то тоже ничего или ключ надо искать в каком-то отдельном месте что там карта показывает тайна ванпост феникс поручение не она что-то показывает это место где ключ я просто наверное пока отстреливался аж тут не осмотрелся действительно ох ее а взять дерево нет это у нее уязвимые точки жар птица нихера себе название прикольно разведчик жар птица ух реально блин кстати название в тему предмета один из одного прохождения сто процентов записка татьяны феникс продолжает менять коды доступа в терминальный зал и к сожалению я уже не в силах их запоминать это место напоминает тюрьму я понимаю что мне нужно помощь феникс чтобы вернуть контроль над механическими единицами но эти черные стены наводят меня на мысль что из что если я стала его пленницей ночью здесь хуже всего я всматриваюсь блуждающие красные огни всегда готовы защитить меня чтобы я могла продолжить работу иногда мне видится как эти огни выхватывают из темноты одного из выживших шведов не думаю что мне удастся уговорить феникс не стрелять в глухой ночи я представляю как стою внутри красных огней когда начинается стрельба мне стоило бы уделить все свое внимание жар птицам но я пребываю смятение эти машины чудовище я помню когда они не только начали работать конструкторский отдел писал жалобы о бомбах но похоже что эти жалобы остались без внимания эти машины способны сеять только смерть и разрушение и ничего больше моя страна создала машину судного дня но несмотря на это я думаю об этих черных стенах едва ли не больше чем о том как обезвредить жар птиц мне нужно разобраться с приоритетами я не должна терять цели из вида думаю мне нужно подышать свежим воздухом кода доступа и тут кода доступа больше не работает больше не работает и какой-то новый который она еще не успела попробовать понятно откройте дверь с помощью кода доступа из записки так по лестнице можно залезть куда-то наверх ну короче она тут жила по под защитой этих стен и видимо машин тоже но хотела вот эти жар птицы обезвредить о прикольно зачем ты заставил меня это сделать большаков тебя никак не волновало что твои руки будут по локоть в крови неужели ты не понимал что эти машины станут концом для всех нас ты же вроде как должен был быть гением но должен не значит обязан это чего а это фонарик который у нас уже имеется было бы прикольно фонарик помощнее найти потому что он этот блин этот карман на это светлячок он вообще ни о чем ай опять чуть не убился я забыл что это не та игра где с высоты нужно падать можно без последствий так ну прежде чем входить надо вооружиться проверьте сообщение на компьютере о клеще а вообще я же забыл тоже с клещами вот так надо воевать они часами повзрываются да и все или не повзрываются я помню что взрывали сами опять прибежали в кого так гранаты есть есть ахрен на них сюда и не залезут хотя я тут как на ладони можно закрыться спасибо вот это прям хорошо не визуально игрушка прикольная сделана очень атмосферно но блин сюжет надо продолжать так большой советский компьютер конечно же у которого экран в пять раз меньше чем компьютер советский компьютер в порту феникс черт они направили сюда еще больше этих жар птиц нет мы не можем позволить им разбить базу в хагабуде эти машины могут уничтожить нас я слишком далеко и не успею добраться вовремя поэтому мне не мне придется положиться на вас в этом вопросе говорят вам нет равных обращений с оружием у вас все получится кажется так опять же быстрые субтитры доберитесь до точки прибытия отряда жар птиц отряда для я с одной там удоха еще целый отряд так поручения навыки журнал на экране компьютера получившего доступ к советской военной системе связи отображаются сообщения от группы называющей себя золотая коалиция последнее сообщение гласит согласно запросу первая группа жар птиц отбыла из лагеря кабарга прибытие в хагабуду ожидается в течение шести часов также будут развернуты маяки для более эффективной навигации основной ударной группы жар птиц которая будет сразу после получения подтверждения о размещении маяков благодаря этим дополнительным ресурсам мы планируем взять город и развернуть на его территории защищенную базу в течение недели операция ночной рейс не станет очередной неудачей командования золотой коалиции вот я и думаю стоит ли оружие посерьезнее все таки взять тогда раз нам предстоит опять воевать этими сраными летучками и и есть я затарился вооружением теперь у нас автомат автомат гивер этот 5 снайперская пвг и гранатомет я тоже взял на всякий случай потому что мы их нафиг блин сейчас если воевать не придется и кстати нужно найти мотоцикл который должен быть здесь хоть посмотреть на него блин это вся калуша велосипеда я думаю вот мотоцикл красного цвета номат мопед не самый мощный мотоцикл на дороге но после небольшого тюнинга он способен развить достойную максимальную скорость вызвать транспорт без своего верного велосипеда я не свои тарелки к тому же он абсолютно наверное поэтому машину не услышали меня когда я пыталась бежать абсолютно бесшумный да то есть мопед у наш умный в управлении мотоцикл похоже на любой другой двухколесное средство передвижения так потребляют бензин получают урон от огня можно рим комплектом воспользоваться чтобы починить и бензин полный бак сотка значит да у него заливается я вижу что он уже боится ехать куда-то у него уже трясутся поджилки так сказать амортизаторы от страха ну попробуем хоть как он ездит до управляются он как и любой велосипед очень херово советский маяк уничтожьте советские маяки а так мы по заданию приехали и кстати ездят да он все-таки очень херово бах бах сволочь бах так это три маяка это вот этих надо уничтожить что ли да нет это просто роботы смотри а блин ничего не понял о началось о бля я промазал интересно это маяк бля или не маяк сука да задолбали ладно попробуем добежать все таки до этого пиздеца это маяки да как уничтожать то просто взрывать а хер там плавал это все вручную надо делать неплохо так и при этом я нахожусь на открытой местности без возможности отступить в сторону на блядь да выносливость очень мало в этой игре блин сильно не побегаю что только так полу рывками да хватит блин ни хера они валят блин я манала баланс сука я хочу такое же оружие чтобы стреляла блять очередями разрывными как бы поймать еще ай да иди ты в жопу блян катаяся так падла лови да в смысле не попал они что такие маленькие тоненькие блять снайперски стреляют блять еб твою мать тут еще и колосс еб твою мать короче сейчас я от них избавлюсь и продолжим он на пристани стоит да военный швед так бмг собираю в любом случае бмг жар птица солдата они еще отличаются надо будет хоть посмотреть чем они отличаются бля да ладно она успела призвать ну интересно уровень все еще качается неужели они все-таки повысили уровень был тридцатый я точно помню ну и там типа каждый до тридцать первого был бесконечно это я прям помню абсолютно точно там бронебои были ну нафиг пойдем следующий вырубать маяк их тут три штуки еще третий где-то а и кстати тут может быть есть что-то полезное типа адреналина вот чего чего не хватает так это адреналина а еще тут должен быть ивент который хэллоуинский этот блин не наш праздник но уж в играх сейчас везде похмелуин закрыта а вижу можно отвлечь их вы на самом деле справились все таки это дело оказалось вам по плечу фух все в порядке все в порядке это главное а а почему вам не заглянуть сюда у меня для вас кое-что есть а сейчас загляну только с поля боя себя утащу блин игра к сожалению превратилась блин просто в какой-то бешеный боевик тут роботов этих уже на каждом шагу десятками я даже как-то специально помню посчитал вот была у меня какая-то перестрелка очень долго там их по-моему то ли 40 было то ли 50 что такое короче очень много роботов я с ними месился без остановки минут 40 наверно или 30 около того так это нам куда-то сюда тут бывают моменты вот такие затишье когда ходишь и никого нет ну когда всех вынес уже ху блин какой кошмар еще две птицы подстрелил теперь понятно у них кумулятивно осколочные блин плюс снайперские патроны ну понятно почему они так валят очередями причем но это уехать собралось на грузовике ху какой ужас а блин у меня игра короче зависла блин я перезахожу а эти твари опять живы ладно пойдем встретимся с моной чего она там скажет предметы 1 прохождение 100 ух о аптечка армейская вот это то что у меня заканчивается уже черный с красным цилиндр е-мое какие модные вещи здесь лежат я смотрю моно тут тоже отстреливалась только в путь да и элегантный фраг а ну понятно это вот собственно и есть хэллоуинские эти предметы одежды чего там а черный с зеленым ну давайте для коллекции соберем да тут теперь наконец-то появились выжившие еще в прошлый раз по моему так вот эти штуки вам не надо мне надо моно и анна лагерь не будет прежним без вашего кофе сосновой хвой и теплейших объятий по окончании обхода надеемся что этот подросток что вышел с вами на связь не подведет и что вы скоро вернетесь к нам смерть машинам ну да это вот они а вот и вы я так рада знакомству вы проделали впечатляющую работу слухи что ходят о вас не лгали думаю мы с анны останемся здесь ненадолго и понаблюдаем за обстановкой а вы ступаете дальше нам нужна ваша помощь в других делах смерть машинам поручение завершено смерть с небес и все что ли то есть это я воевал по сути за несколько аптечек и фейерверков да я думал мне шмотку какую-нибудь дадут может быть оружие ну кстати оружие в хагабуде я еще одно до сих пор не нашел хотя вроде бы играл достаточно в эту игру и облазил очень много всего и нашел почти все но не все как оказалось что могу сказать блин кусочек сюжета слишком маленький он прям даже не сюжет а упоминание о сюжете я думал как то хоть чуть-чуть вперед что-то продвинется а тут просто вот вот тебе новый враг вот выясни что это за новый враг и все и на этом весь сюжет и заканчивается как бы не этого я немножко ожидал и не скинчиков разноцветных кстати да вот тут мне пришлось от них отбиваться в огромнейшем количестве опять по налетели элегантный жилет черный а ну давайте заберем тоже они блин лупят сквозь крышу сквозь стены они сквозь все лупят эти летучки им плевать вообще у них снайперка стреляет сквозь все в отличие от игрока тоже немножко несправедливо но зато я нашел их уязвимое место у них вот на этом корпусе круглом не знаю тут можно найти его по моему это задняя часть у них тут есть короче ну может быть вот здесь был фонарь круглый такой ну или камера я не знаю что это такое было ну короче такая круглая штучка на корпусе если по ней лупить и попасть там ну раз десять может быть то вот эта штука сразу падает летающая жар птыца блин чуть не отжарили заразы все давайте тогда на этом пока что закончим не знаю будут ли еще обновления по generation zero ну думаю должны быть еще через годик два ну как будут я еще чего нибудь запишу и по сюжету мы в любом случае с вами продвинемся все а на этом пока что закончим всем спасибо за внимание с вами был техномакс это был generation zero и всем до новых встреч всем пока